НАТО – это всемирный заговор против России. Североатлантический альянс был создан для того, чтобы окружить и уничтожить сначала Советский Союз, а теперь Российскую Федерацию. Войска НАТО спят и видят, как расшириться, приблизиться к границам России и напасть на русских, сделав из них рабов, а природные богатства присвоить себе. В это сложно поверить, но в России еще со времен Холодной войны, то есть середины прошлого века и до сих пор верят в то, что в НАТО точат зуб на Россию и хотят, как злобные низменные варвары, покорить эту невероятно богатую и успешную страну, единственный оплот духовности и традиционных ценностей в мире. Именем этого мифа в качестве казус Белли повода для начала войны Путин начал так называемую СВО против украинского государства. Уже сейчас, по мере расширения НАТО на восток, ситуация для нашей страны с каждым годом становится все хуже и опаснее. Более того, в последние дни руководство НАТО прямо говорит о необходимости ускорить, форсировать продвижение инфраструктуры альянса к границам России. Дальнейшее расширение инфраструктуры Североатлантического альянса и начавшееся военное освоение территории Украины для нас неприемлемо. Дело, конечно, не в самой организации НАТО, это только инструмент внешней политики США. Проблема в том, что на прилегающих нам территориях, замечу, на наших же исторических территориях, создается враждебная нам антироссия, которая поставлена под полный внешний контроль, усиленно обживается вооруженными силами НАТОвских стран и накачивается самым современным оружием. Это реальная угроза не просто нашим интересам, а самому существованию нашего государства. Самое любопытное, что, похоже, президент России не лукавит. Этот ограниченный, не вполне адекватный и глубоко советский человек действительно верит в то, что говорит. Путин верит сам и заставляет верить своих граждан в один из самых нелепых мифов, которые когда-либо существовали. В России эта сказка про НАТО активно поддерживается и распространяется. Но как объяснить тот парадокс, что, борясь с расширением НАТО, Путин получил его у своих границ? Финляндия стала членом Альянса, а это 1300 километров протяженности общей границы страны с Россией. Может быть, Путин все-таки хитрит, прикрываясь мифом про злобное НАТО? В этом видео вы узнаете, откуда взялся миф и почему он абсолютно не соответствует действительности, и как российская пропаганда использует такие истории для манипуляции сознанием. Смотрите далее, будет интересно. Но вначале не забудьте подписаться на этот канал и нажать колокольчик для уведомлений о новых видео. Ставьте лайки и пишите комментарии. Поддерживайте автора на Патреоне и BuyMeCoffee. Но самое главное, отправляйте донаты на ЗСУ. Российская пропаганда часто подает НАТО как агрессивного врага, созданного исключительно для борьбы с Россией. Однако истинная история создания НАТО существенно отличается от этой версии. НАТО, или Организация Североатлантического договора, была основана 4 апреля 1949 года 12 странами, включая США, Канаду и несколько западноевропейских государств. Основная цель создания НАТО заключалась в обеспечении коллективной безопасности против угрозы со стороны Советского Союза. После Второй мировой войны Европа оказалась в руинах, и Советский Союз начал расширять свое влияние на Восточную Европу, устанавливая коммунистические режимы. Важный аспект, который часто упускается из виду российской пропагандой, заключается в том, что НАТО создавалось не для нападения, а для обороны. Основополагающий принцип НАТО, коллективная оборона, закрепленный в статье 5 Североатлантического договора, гласит, что вооруженное нападение на одну или несколько стран-членов рассматривается как нападение на всех. Вопреки утверждениям российской пропаганды, НАТО никогда не инициировало агрессивные действия против СССР или России. Расширение НАТО происходило по просьбе стран, которые стремились к защите и стабильности после распада СССР, а не в результате агрессии. Пропаганда создает мифы о враждебности НАТО, чтобы затягивать гайки, оправдывать агрессию и военные расходы. Однако реальные действия НАТО всегда носили оборонительный и стабилизирующий характер. Единственная историческая правда заключается в том, что НАТО было создано только лишь для обеспечения мира и безопасности, а не для нападения на Россию. Существует множество мифов о НАТО, активно распространяемых российскими медиа. Один из самых распространенных это то, что НАТО стремится окружить и ослабить Россию. Этот миф основан на искажении фактов о расширении НАТО на восток. В действительности, страны Восточной Европы сами активно стремились присоединиться к Альянсу после распада Советского Союза. Эти страны, пережившие годы советской оккупации и контроля, искали защиту от возможной агрессии со стороны России. Присоединение к НАТО для них означало гарантию безопасности и стабильности в условиях неопределенности постсоветского периода. НАТО не навязывает свое присутствие, а отвечает на просьбы суверенных государств, желающих вступить в Альянс. Процесс вступления в НАТО требует соблюдения строгих критериев, включая демократические реформы, укрепление верховенства закона и соблюдение прав человека. Эти требования направлены на обеспечение стабильности и безопасности не только для новых членов, но и для всего региона. Пропаганда часто использует образ НАТО для создания атмосферы страха и напряженности внутри России. Постоянные сообщения о неизбежной войне и врагах у ворот используются для оправдания увеличения военных расходов и мобилизации общества. Это позволяет властям контролировать население, создавая иллюзию внешней угрозы. Такое нагнетание страха имеет двойную цель. Во-первых, оно отвлекает внимание от внутренних проблем и неудач. А во-вторых, оно оправдывает репрессивные меры против остатков несогласных. В результате формируется образ осажденной крепости, где любая критика власти рассматривается как предательство и работа на врага. Российская пропаганда также использует страх перед НАТО для укрепления националистических настроений и мобилизации общества на поддержку авторитарного режима. Этот метод манипуляции общественным мнением эффективно работает в условиях ограниченной свободы слова и контроля над медиа. Но самое главное, нагнетание страха позволяет получать согласие общества на ведение агрессивной войны. На практике НАТО никогда не совершало агрессивных действий против России. Все операции Альянса были направлены на стабилизацию регионов и борьбу с терроризмом. Например, миссии в Косово и Афганистане были призваны принести мир и стабильность в эти регионы. В Косово НАТО вмешалось, чтобы остановить этнические чистки и гуманитарную катастрофу, вызванную конфликтом между сербскими силами и косовскими албанцами. В Афганистане НАТО проводило операции по борьбе с терроризмом и восстановлению страны после свержения режима талибов. Важно отметить, что все действия НАТО проходят в строгом соответствии с международным правом и уставом ООН. Каждая операция получает мандат Совета безопасности ООН и проводится в рамках международного консенсуса. Альянс действует на основе принципов коллективной безопасности и взаимопомощи, стремясь обеспечить мир и стабильность в глобальном масштабе. Владимир Путин постоянно заявляет, что война с Украиной была начата из-за угрозы расширения НАТО. Однако, когда Финляндия стала членом НАТО, имея 1300 километров общей границы с Россией, его реакция была сдержанной. Что вызывает парадокс? Может быть он лукавит? Официальная позиция Путина заключается в том, что расширение НАТО представляет непосредственную угрозу для безопасности России. Украина, стремящаяся к членству в НАТО, рассматривается как ключевая угроза. Финляндия, став членом НАТО, увеличила протяженность границы Альянса с Россией, что, казалось бы, должно было вызвать мощную реакцию. Однако Путин не предпринял агрессивных шагов в ответ на это. Данный факт можно объяснить тем, что Украина имеет особое значение для России из-за исторических и культурных представлений об этой стране, как о якобы братской. И потеря Украины в сферу влияния Запада рассматривается как значительный геополитический удар. Военная реакция на вступление Финляндии в НАТО могла бы привести к прямому военному столкновению с Альянсом, что крайне рискованно для России. Кроме того, война в Украине используется для внутренней пропаганды, объединяя население вокруг образа внешнего врага. Финляндия не играет такой значимой роли в российской внутренней политике. Этот парадокс можно объяснить различными геополитическими приоритетами, военными расчетами и внутренней политикой России. Так уж сложилось, что Украина занимает уникальное место в стратегии противостояния России с Западом. И, конечно же, Путин хитрит, рассказывая об угрозе со стороны НАТО. Ему просто нужна вся Украина, а иначе Россия обречена на прекращение своего существования. Впрочем, Украины Путину не видать никогда. И этот факт становится все более и более очевидным. Всем украинцам скорейшей победы! Субтитры создавал DimaTorzok